Девушки отдыхают И теперь это мое. Это наше золото, и мы пойдем за ним. У нас есть разрешение, мы можем работать законно. Соседи не обрадуются, но я должен сделать это для своей команды, ради Джесси, его семьи. И я устал жить в страхе. Надо добыть золото до начала зимы. Золотая лихорадка. Заброшенный прииск Дэйва Турина. Девятая неделя. Добыто 7 930 граммов золота. Проклятие. Похоже, лента застряла в жёлобе. Она порвалась. Порвалась? Да, сэр. Чёрт возьми. Утро в бокс-крик, штат Колорадо. Пока команда готовится к долгожданной возможности раскопать дюны, новое препятствие угрожает сорвать их планы. Давай реверс. Буксует. Конвейерная лента питателя забита камнями второй раз на этой неделе. Запускай медленно. Ладно, стоп, стоп. Похоже, ролик заклинило между верхом и сшивкой. Мы привезли этот бункерный питатель из Монтаны для увеличения производительности, и с тех пор он доставляет нам проблемы. Месяц назад Дэйв установил питатель для увеличения производительности и сортировки каменистого грунта до того, как он попадёт в промприбор. Но это решение привело к ещё большим неприятностям. Один раз им уже пришлось менять ленту. Не могу даже опустить ролик, Нейт. Поскольку за несколько часов накопится много богатого золотом грунта, нужно быстро исправить питатель. Похоже, сшивка зацепилась за нижнюю часть питателя, из-за чего порвалась лента. И мы пытаемся понять, как это исправить. Снова реверс? Да, давай. Ничего. Нужно время, чтобы снова его починить. Оно того стоит? Не знаю. Недавно мы заменили ленту, которая обошлась в 4 тысячи долларов. Это увеличило производительность, но при таких сбоях мы теряем 20%. Нейт хороший механик, он знает своё дело. Ненавижу поломки оборудования, потому что я теряю контроль над ним. Я становлюсь нетерпеливым. Говорю, пойдём всё исправим. Он отвечает, не будем торопиться, сделаем всё правильно. Иногда Нейтан лучше меня справляется с поломками. Сейчас более эффективно избавиться от него и снова работать экскаватором. Уже второй раз он нас тормозит. Знаю. Возьму 220-й и вернусь туда. Ладно. А Крис вернётся на насест. Хорошо. Мы его испытали. Он хорошо работал какое-то время. Но не настолько хорошо, чтобы снова его чинить. Он того не стоит. Не стоит. Такое происходит не в первый раз. Опять что-то ломается, и снова приходится его чинить. И так будет постоянно. На это уходит время, а оно нужно нам для промывки. Мы хорошо управляемся с экскаватором, так что двигаемся дальше. Хотя обработка идёт медленно, сама земля богата золотом. Поэтому есть надежда заработать деньги. Прошло два месяца с тех пор, как Дэйву отказали в доступе к дюнам. Земля под запретом. Но мы приехали ради неё. На прошлой неделе он в отчаянии обратился к местному сообществу. Со мной пять человек, и мы пытаемся прокормить наши семьи. И, наконец, получил разрешение на разработку девственной земли, которая и привела его команду в Колорадо. Через пару дней сможем там работать. Да. Отлично. Спасибо. Кейси, добро пожаловать в дюны. Наш новый дом. Но не знаю, надолго ли. Чёрт, чувствую запах золота. Именно здесь мы покажем старожилам, что они упустили. Дюны могут ответить на их молитвы. И вес добытого за сезон золота может превысить 12 килограммов. Дэйв, ты добрался до земли обетованной. Как дела? Какой план, Дэйв? Давайте пройдёмся по долине. Там были хорошие пробы. Хочу начать оттуда и идти наверх. Да. Миллионы лет назад гигантский ледник изменил ландшафт. Появились волнистые холмы под названием дюны. Дождь и тающие ледники смыли золото с гор над бок с криком в долину, где дюны, ставшие естественным шлюзом, удерживали золото в самых низких местах между холмами. В начале сезона Дэйв исследовал так называемую впадину между двумя большими дюнами и обнаружил участок с большим содержанием золота. Именно с этой впадины Джейсон и Кейси начнут работы. Место, которое меня интересует, находится там. Да, круто. Лучшая проба в континентальных штатах была сделана здесь. И весь материал спускается в эту долину. Насколько далеко? Посмотри. Да, вижу. Возможно, это продуктивный пласт, но мы должны взять пробы и посмотреть, где хороший грунт, а где плохой. Ты поймешь, где продуктивный пласт. Неплохо, но это 3 километра туда и обратно. Сделаешь дорогу? Нет. У нас 20 тысяч долларов на местные работы. Все, что откроем, сразу рекультивируем. Когда мы привезем сюда машины, все узнают, что мы здесь. Так что добываем золото, рекультивируем и уходим. Джейсон будет копать во впадине, продвигаясь выше от места взятия проб. Ради минимального разрушения грунта он будет брать пробы, чтобы не терять след золота. Кейси придется гнать 40-тонный самосвал по пересеченной местности до промприбора, который находится в полутора километрах. Без дороги, небольшой снег или дождь станут для меня кошмаром. К тому же мне будет трудно успевать за Крисом на промприборе, а это сильно замедлит производство. Если я привезу камень и сделаю дорогу, потом придется вывозить этот камень. Чтобы не злить соседей, езжай лучше по этой траве, тогда не придется ничего исправлять. Просто сделай все возможное. Ладно. Добудем золото. Мы работаем в дюнах, и теперь мы должны проявить себя. Джейсону придется найти лучшее золото в этой долине, а Кейси должен доставить грунт к промприбору. Это больше полутора километров в одну сторону. Да, это испытание. Но пора действовать. Мы должны справиться. С этими дюнами нельзя шутить. Они очень опасны. И надо помнить, что это сорокатонный самосвал. Но до того, как стать золотодобытчиком, я служил в армии. Мне нравится структура вооруженных сил, и я применяю ее здесь. Дэйв, наш командир, он отдает приказы, и мы их выполняем. До тех пор, пока задание не выполнено, оно лежит на наших плечах. Давайте раскопаем эти дюны. Зима. Чертовски холодно. Надо брать пробы, а тут снег пошел. Верхний слой. Если в нем есть золото, то будь готов возить. Я готов. Круто. Скоро наберем более 12 килограммов. Не узнаем, пока не доберемся до цеха доводки. Но цвет правильный. Смотри. Помню, как в первый раз увидел несколько крупиц в лотке. Ты видишь их, и тебя как будто током пробивает. Тебя цепляет. Золото – это реальные деньги. Остальное – кредит. В нем что-то есть, будто нечто заложено в нашей ДНК, и я никогда этого не пойму. Находясь в горах, вы только и думаете, есть ли там золото. Мне нравится его добывать. Я хочу найти золотую жилу, которая изменит мою жизнь. Нам повезет. Мы совсем близко. Золото рядом. Вот увидишь. Надеюсь, ты прав. Да, черт подери. И это только верхний слой. Об этом я и говорю, черт возьми. Оплатим счета. Мы не просто добудем 12 килограммов, мы будем купаться в золоте. Начали. Я просто уверен, что в дюнах мы достигнем цели сезона. Будет весело. Это безумие – работать на высоте в 3000 метров. Два дня назад было 23 градуса тепла, а сейчас идет снег. Никогда не знаешь, что тебя ждет в скалистых горах. Зима делает предупредительный выстрел. Резкое похолодание приходит на бокс-крик. Мы должны вытащить все золото, прежде чем зима нас прогонит отсюда. Работать стало тяжелее, но мы должны сделать дело. Проклятие. Сколько у нас времени?